Ну, ну извините, извините, пожалуйста. Все, я рада. На самом деле чеченский язык очень красивый язык. Мне нравятся песни на чеченском языке. Это все вообще классно, круто, прикольно, но очень сложный. Ну, точнее, нет, ну почему самый сложный? Нет, конечно, не самый сложный, но сложный. Здравствуйте. Вот. Окей-окей. Что вам еще рассказать? Даже не знаю, что вам еще рассказать. Лучше спросите или расскажите вы что-нибудь. Потому что вот лично у меня вообще скучная жизнь. Я, ну что, я учусь. Все, больше ничего я не делаю на данный момент. Вот, такие вот дела. Скоро экзамен у меня. Вообще, я взяла отпуск на работе, чтобы, как бы, чтобы начать готовиться к экзаменам. К экзаменам я не могу подготовиться. Как дела? Отлично у вас как. А просто у меня еще такая проблема. Я учусь заочно в университете. На учитель физики и математики. Физики и математики, да. Вот. И я еще учусь в колледже. На учителя начальных классов. И чтобы вы понимали, сейчас у меня начинаются экзамены везде. И вот так вот все перекликается. Я вообще, у меня кипит и голова. Я не знаю, кто, где, куда. Вот. Это очень, оказывается, так сложно. Мне в том году не так сложно было, как в этом году. Потому что в этом году почему-то многие предметы пересекаются. То есть там психология, там анатомия. Вот эти вот базовые предметы. Какого-нибудь деятельность классного руководителя. Вот эти предметы перекликаются. Ну, которые именно там уже дальше по специальности. Конечно, понятно, что в начальной школе дети не учат большую математику. Это все понятно. Но все равно очень-очень сложно. Ты такая умница. Спасибо. Можно на ты. Я не могу с незнакомыми людьми общаться на ты. Извините, пожалуйста. Я рада, что у вас все хорошо. Вот. Что вам еще сказать? Ну, все. Надеюсь, скоро экзамены сдам. Все сдам. Моя школа. На вы насчет того, что на ты не могу общаться. Клянусь, не могу общаться с незнакомыми людьми на ты. Ну, я не знаю. У меня в семье так принято. Я даже к родителям, к старшим братьям, к старшим сестрам отношусь на вы. Ну, я не знаю. У меня никогда не было такого в семье, чтобы я там могла кому-то старшему из своей семьи сказать ты. И, ну, не знаю, может, это, конечно, плохо, но так вот меня научили общаться с людьми. Вот. А так, не знаю, хорошо это или плохо. Ну, всегда ко всем незнакомым стараюсь на вы. Точнее, не стараюсь. Это у меня уже где-то там внутри заложено. То, что к брату ты на 12 лет можешь меня ошалеть. Вам сколько лет, если вы подумали, то, что у меня тут очень красивое. Спасибо большое. 33. Ну, да. Ну, не на 12. Мне 19 лет просто. Вот. Такие вот дела. 21 я вижу. 21 это неправда написано. Я как-то один раз поставила, и все, теперь не могу убрать. А так мне 19. В Дагестан когда? Не знаю, никогда, надеюсь. Зачем? Здравствуйте. 14 лет тогда разница. Ну, да, как с моим старшим братом. А на самом деле сложно жить. Старая гонка, старая. Да почему? Да ладно, все нормально. Это я слишком маленькая. Это я слишком маленькая. Выписать. Сейчас две недели пройдет. Как его? Закончится учеба, начнется сессия. Надо сдать экзамен и поехать к родителям. Это вот моя цель. Я надеюсь, что я все сдам с первого раза. Мне не придется ничего перезавать. Мне не придется забирать документы, отчисляться. Потому что сколько раз уже такое было, что хотела забрать документы. Особенно с универа. В универе вообще невозможно учиться. Я клянусь вам, я не могу там учиться. Я, оказывается, вот сейчас в универе я учусь на третьем курсе. Я понимаю то, что высшая математика – это вообще не мое. Вообще не мое. Я в универ-то не хожу. Ну, потому что я еще и заочно учусь. Неважно. Вот. На учительных начальных классов там уже полегче, полегче, но там посложнее. То, что если в старшей школе тебе надо учить больше теории. И для детей там не надо всякие презентации, вот этой заморочки всякой. Просто даешь теорию, объясняешь тему, все, конец, все. Давай, салам алейкум. А если с маленькими детьми работать, то, конечно, там надо всякие там милые штучки, какие-то вырезашки. Ну, вы поняли, да, вот такого все. Наглядность нужна, потому что у детей больше же развито наглядно-образное мышление. И когда ты им даешь наглядность, они сразу такие все понимают. Вот. И больше все запоминают. Вот это вот разница. И это очень сложно и тяжело. Поэтому, когда у меня спрашивают, с кем тебе легче работать, с маленькими детьми или именно со старшей школы, я никогда не могу ответить, потому что везде, везде, ну, и там, и там есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот и все. Красивый голос. Спасибо большое. Поэтому, дорогие друзья, если вы будете... А, еще, блин, проблема, то, что я картавлю, я не выговариваю букву R, и, ну, типа, ну, как вам сказать, в универе мне ничего не говорят про мою букву R, потому что там, как бы, буква R, ну, ничего. Как это сказать, я не понимаю. Не сильно влияет, да, на обучение, на образование. А в начальной школе, например, в первом классе дети учат букву R. Эту букву я должна буду произносить. Это очень сложно. Вот. Ну, ну, бывает. Я ничего с этим не могу поделать. Я когда только в колледж пришла, меня отвели к логопеду. Чтобы я научилась выговаривать букву R. Это бессмысленно, потому что... Ну, как переучить человека к тому, к чему он уже привык? Я привыкла... Когда я в колледж пришла, мне было сколько лет? Семнадцать? Ну, что-то семнадцать, что... Нет, восемнадцать. Короче, не суть, сколько... Не важно, сколько мне было. Я вот уже большую часть своей жизни прожила и говорила R так, как я ее говорила. И сейчас я прихожу, и вы у меня какие-то там правила говорите. Говорите, что мне надо переучиваться. К чему вообще это все было? Я не знаю. Я помню, я когда в садик ходила, я ходила к логопеду. Я когда ходила в школу, я тоже ходила к логопеду. Потом в универе мне ничего никто не сказал, а в колледже мне опять говорят то, что надо научиться R выговаривать. Ну, я, конечно, у меня шик-шак-шок, блин. И это... Ну, я, конечно, была в шоке с того, что мне сказали R научиться выговаривать. R я так и не научилась выговаривать. В итоге, как жила раньше, так и сейчас живу. Это только отдельная какая-то головная боль была с этой буквой R. Просто даже вот эта логопедша, которая была у меня в колледже,